Мат-помощь для фермеров. Региональные власти вручили денежные сертификаты сельхозпроизводителям из разных муниципалитетов. Из областной казны на такую поддержку было выделено чуть больше 21 миллиона рублей. Средства разделили 13 начинающих фермеров и 3 представителя семейных животноводческих хозяйств. На конкурсную комиссию по выделению грантов было подано больше 40 заявок. До финала дошли самые проработанные и перспективные. Победили те, у кого были хорошие проекты на развитие и, безусловно, были те критерии, которые непосредственно уже касаются производственной деятельности. Это и объем закупаемого скота, и надои, и производственные достижения. Объем поддержки власти сократили в угоду увеличения числа грантополучателей. У Евгения Соколова 150 гектаров земли в Лухском районе. И большие планы выращивать мясной скот на реализацию. По бизнес-плану просил у региона 3 миллиона рублей. Получил 1 миллион. Деньги планируют потратить на закупку телят и обновление техники. У меня есть достаточно уже приличное количество техники своей личной. И просто вот мне необходимый пресс, потому что я его раньше арендовал. Я хотел купить новый трактор, потому что свои старые. Но мне вот дали как бы миллион. Я его потрачу на приобретение пресса, так как он самой первой необходимости. И приобретение скота, небольшое хотя бы количество. А потом уже подзаработаю и больше куплю. Фермеры получили от 500 тысяч рублей до 5 миллионов на руки. Суммы поменьше для тех, кто планирует заниматься овощеводством или выращивать овец и свиней. Для предпринимателей, ориентированных на крупный рогатый скот, гранты побольше. Эти средства для молодых фермеров – дополнительная мера стимуляции сельхозбизнеса. Есть и основные привилегии. У нас фермеры приобретают тракторы по лизингу и получают возмещение порядка 70% от первого взноса. У нас также фермеры получают господдержку на гектар, получают, если они занимаются реализацией молока, на литр молока и так далее. Более того, по льготному кредитованию мы даже не выбираем пока квоту для малых форм хозяйствования. Она определена по краткосрочным кредитам в 30%. Как используют средства грантов, выполняют ли фермеры обязательства, чиновники правительства будут тщательно проверять. До конца года в каждое хозяйство с рейдами отправятся комиссии профильных департаментов. Мария Смирнова, Антон Осипов, РТВ Иваново.